всем привет делаю очередное видео работы с кожей мне на днях пришел заказик на изготовление чехла для мобильного телефона значит мобильный телефон мне сам не нужен у меня есть его макет то есть на мобильного телефона значит что я сейчас буду делать первым на первым делом я обматываю этот макет скотчем и вырезаю заготовочку то есть у меня получается площадь под телефон какая нужна площадь кожи под телефон этот значит чехол потом ой чехол скотч потом разрезаю и получается вот такая вот площадочка выбросив весь скотч то есть ну как приложив скотч к картону у меня получается выкройка скотч потом выбрасывается вот на бумаге самой рисуется макет то есть как это будет вот с ней потом будет проще работать с этим картоном прикладываем рисунок для тиснения и проверяем его размеры подходят они нам или нет теперь вырезаем из кожи необходимую часть ту часть которую мы будем работать дальше то есть прикладываем эти выкройку на кожу и проверяем все вот дальше мы смачиваем кожу обычной простой водой это для того чтобы кожа стала мягкой и готова была к тиснению для того чтобы кожа сильно быстро не сохла мы заворачиваем пищевую пленку это что нам даст значит когда мы будем прикладывать бумагу она не будет мокрой от кожи и в то же время кожа вот не будет очень быстро высыхать теперь приклеиваем всю заготовку скотчем к столу это для того чтобы наша заготовочка не ездила никуда и приклеиваем сам рисунок то есть это нам даст как бы полное отсутствие того что рисунок никуда не поедет ничего никуда он не денется то есть он намертво будет прискоченный берем обычную шариковую ручку и начинаем обводить рисунок по контуру значит для чего нужна шариковая ручка она получается будет вдавливать в кожу то есть как бы ну переводя рисунок этот вдавливается в кожу самим шариком и на самой получать картинке остается след от шарика то есть всегда видно какие детали мы уже успели сделать ну какие нарисовав успели нарисовать какие нет дело это муторное поэтому спешить никуда не надо обводятся все части но вот по которым рисуется то есть ну как никаких теней ничего этого не надо вот просто как этот силуэт идет так и обрисовываем его теперь удаляем пленку удаляем скотч и у нас получается переведенный рисунок на кожу вот скотч мы этот все выбрасываем для вырезания рисунка я использую самодельный нож как он получается более как удобен он лучше лежит в руке значит как я его делаю на обычная канцелярская вот для канцелярского ножа или как он там обойный нож называется лезвие беру вот его обматываю обязательно в бумагу и потом закрываю это все скотчем то есть бумага предотвращает порез скотча сама как бы сама лезвие ну то но защищенная значит режем рисунок только не насквозь конечно же так прорезаем чтобы была канавка вот и периодически смачиваем рисунок водой потому что ну как кожа имеет свойство высыхать впитывать в себя вот а нам чем влажнее кожа тем лучше но тоже не переусердствуйте чтобы там с кожей не лилась вода когда режете запомните сильного прямо это сильной аккуратности не надо потому что все равно когда будете работать биточками этими штампами штампами вот как они правильно называются вот все равно где-то что-то загладиться где-то что-то уберется то есть вы даете опять же силуэт вот всей картинки как она будет в общем выглядеть вот а тени все остальное это делается уже сами что самими штампами вот она работа на коленке значит рисунок кожу я опять поместил в пленочку вот это для того чтобы когда я буду работать с кожей как не пачкать ее вот ну и в то же время опять же кожа так быстро не не сохнет значит что я делаю теперь теперь выбиваю рисунок то есть по контуру многие скажут у ты пользуешься молотком обычно металлическим надо там деревянной кияночкой или еще чем-то да и убивая конечно штампы но куда деваться нет у меня кияночки на пойти и сделать также мне на помощь приходит тут такой вот стикер сликер не знаю как они не стикер короче типа шариковой ручки на конце шарик вот это для подводки контура тоже в общем так вот потихоньку штампиком выбиваем значит силуэт будущей нашей картинки пока идет долго и нудная работа по тиснению хочу сказать что видео я записывал отдельно ну как понятно что озвучиваю отдельно озвучиваю в первый раз поэтому могут быть какие-то нестыковочки но надеюсь они сильно вас как бы не смутят про это нужно это нужно это просто не удовлетворяясь вот тиснение готово теперь будем красить самого оленя значит что это за рисунок это у нас получается из киевской культуры вот это у нас фигурка лежащего оленя значит эту фигурку мы сейчас красим краской javanna это для текстиля вот она краска на водной основе служит для ткани и в том числе и для кожи зарисовываем все детали оленя вот ну как бы не жалеем красочки как мы делаем сейчас получается рисуем картинку и потом сверху слабеньким растворчиком этой же краски то есть берем разбавляемые с водой и наносим все на кожу то есть получается олень темный будет а вся кожа чуть-чуть посветлее вот так вот данная краска разбавляется с водой губкой получается обязательно постелите что-то под низ и губкой промазывайте весь рисунок то есть можете и потому по той части где красили и там где не красили то есть единственное что смотрите чтобы как бы кожа она вся была равномерно мокрой то есть как бы не будет от разводов от краски кожа покрашена единственное что но камера не передает тот естественный цвет вот теперь значит чтобы закрепить краску на коже покрываем эту кожу как бы б-кот он даже себе записал чтобы не забыть то есть это защищающие как бы защищает краску вот воздействие воды значит вырезанные части чехла у нас готовы теперь надо обработать края для этого получается канавка резом я срываю края кожи вот потом я их смочу и стикером а сликером вот теперь точно сликер сликер это инструмент для обработки кожи сликером я заглаживаю эти края вот сейчас появляется у нас сликер то есть тщательно им затирается края кожи и вот такие вот края у нас получаются очень аккуратненькие опять же камера фокус не показывает но края ровненькие хорошие настало время установить вытягивающий механизм вытягивать будет телефончик для этого нам понадобится тесьма и также нам понадобится еще как же он называется то бархат вот бархат на на клеящейся основе он для того чтобы когда телефон будет выезжать экран не царапался потому что как бы кожа изнутри становится если туда попадает грязь то есть она становится как абразив такой вот и телефон будет царапаться а так как бы с бархатом экранчик он защищен клеем я пользуюсь дисмоколом то есть принципе вот сейчас попробовал только впервые этот клей то есть многое про него слышал ну вроде вроде ничего то есть как бы в результатом остался доволен он хорошо склеил кожу и тесем очку вот тесемку я приклеиваю так чтобы потом ее прошить то есть на клею она не будет держаться ну как не только на клею она будет держаться обязательно еще и должен через нее проходить шовчик приступаем к разметке разметки это там где будет проходить у нас шов вот у меня в руках сейчас универсальный мой инструмент этим инструментом можно и разметить вот в данный момент сейчас я буду размечать а также и можно будет наметить сам шов то есть типа пробойника сделан он очень просто берутся две иголочки не фиксируются на определенном расстоянии которое вам надо и кожи я замотал вот это вот все изделие для того чтобы ну как иголки не резали вот теперь канавкорезом делаем канавки под будущий шов вот здесь желательно вот моя тут ошибочка немножко кривовато получилось надо наверное все таки под линейку это как-то делать вот и как я вам говорил вот он вам мой какой разметочный мая разметочная это фиговинка по другому я назвать я никак не могу теперь настало время шила значит берем шило в руки и начинаем колоть дырки вот попрошу заметить что я как бы смачиваю шило в пчелином воске вот это что помогает мне как пчелиный мозг воск он работает как смазка то есть шило прямо протыкает как масло кожу то есть очень очень легко вот сейчас мы делаем получается отверстие под тесемочку то есть ну через которое будем будет выходить тесьма из чехла из-за которых за которую тесемочку это будем вытягивать телефон и начинаем сшивать кожу значит первый шов у меня идет просто декоративный а потом уже пойдет как бы все ну шов этот будет скреплять две детальки вот шорного коник коника или пони пози у меня нету поэтому пользуюсь вручную вот так же мне помогает в работе плоскогубцы вот и на пальцах попрошу заметить тоже где-то в ютюбе у кого-то подсмотрел к сожалению не помню как его зовут но одного из пользователей ютюба говорит сделайте себе на пальцы такие напалечники чтобы нить не резала пальцы вот такого шов получается и вот он апогей моей работы долго это все делал и в конце концов беру заготовочку пытаясь ее всунуть чехольчик она оп оп и не засовывается такой чехольчик получился и смотрите вот он культовый момент этой съемки оп оп и он не залазит как бы я не разминал ничего не получается короче я по неопытности своей забыл сделать допуски для шва вот ну сделал чехольчик для жены то есть для для ее телефона залазить сейчас я тестирую со своим телефончиком в конце пришиваю пипку вот это вот за которую буду дергать и телефончик вылазит вот ну вроде все всем спасибо в общем что хоть и хочется сказать захотите на канал смотрите видео все снимаю для вас все ради вас надеюсь что данная информация кому-то пригодится все всем спасибо всем счастливо